привет 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 помахать жму помахал эти тебе помахал салют л мне салют дима деспот сразу летит прямой эфир а йо что привет из бостона салют хэллоу бостон элми пусть следующий будет это бодрей год побрей усы не сегодня что пьешь кофе с наступающим новым годом тебя тоже маришка здравствуйте дратите ло смайлики с сердечками смешно дима шагалов окей красивый сергей все розовый цвет с наступающим сергей викторович наступающим и вас салют 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 алоха чоколон бля на моменту лампу поменять потому что дико держит ни хера благодарочка за то что вышел благодарочка за то что смотрите есть ощущение праздника нет ну типа у меня никогда нет ощущения праздника кроме тех редких моментов когда что-то другое происходит где будешь отмечать новый год есть новое настроение вообще новый год понятия не имею где буду отмечать знаю только что в краснодаре точно потому что там друзья сначала планировали одно я такой типа окей давайте посмотрим что из этого получится в итоге судя по всему ничего из этого не получится потом запланировали другое в итоге еще кто-то там слился куда-то что-то как-то и сейчас вообще непонятно но я думаю как-нибудь до отметим привет из перми привет в пермь цвет худи огонь да это мне подруга нашила худи она типа занимается шитьем кройкой и шитьем и такая типа белый худи нам не сшил ей такой блин хочу еще три цвета и еще три подогнала алина гер 100 привет хорошее настроение привет как у нас с погодой в краснодаре дела обстоят просто пушечно сегодня было плюс 14 солнечно ясно огонь говорят сочи еще лучше салют респект за восход респект за то что слушаете восход плана 2021 рассказываю выпускать 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 узло работать 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 когда в штаты с концертом не знаю с границами хорошие у тебя друзья это да хочешь на живые выступления чьи свои или чьи тогда в любом случае хочу конечно же что написано то есть я зря во всех магазинах искала худе да ты зря во всех магазинах искала худе это эксклюзив почему в сочи решил да у меня появилась мысль на что если свалить в сочи на два месяца во первых что катуха рядом кататься во вторых хочется куда перезагрузки потому что весь год считаем на одном месте и хочется как-то сменить обстановку вот поэтому хочу в сочи сейчас ищу варианты с квартирами так далее обожаю песни за спасибо спасибо пожалуйста общаюсь с ребятами из песен общаюсь недавно с на зимой виделись вот сергей привет что за история в припеве на и крутейшие песни живыми при первой песне писал саша анжела в принципе то его песня чисто с куплетиком залетел поэтому лучше у него спросить более конкретно и он расскажет любишь зиму там снег снежки прочее нет не люблю зиму не люблю снег снежки но люблю кататься вот типа вот зимой кайф в горы поехать потусить там какое-то время потом вернуться в тепло если у вас есть возможность вернуться в тепло но для меня такой вариант оптимальный надеюсь двадцать первом году в питере удастся попасть на концерт я тоже надеюсь что в питере удастся сделать концерт когда выпустишь песню монолиза следующем году уже ой к чё нового но песен но но новых доделываю старые много давай наделаем тебе битов просто за респект ну если кайф биты зайдут давай с кайфом у меня такое последнее время сейчас что я сам начал себе биты делать и и прикольно получается ну то есть для этого что как-то обламывался все время кого-то подключала сейчас такой и вообще еще прикольнее звучание получается новое спасибо за новый спасибо всем кто послушал новый спасибо всем кто понял новый и спасибо всем кто спасибо всем кто ну вы поняли слушайте у меня есть мысль я понимаю что она вам наверняка не понравится но мне кажется это будет оптимальным решением иначе я буду тянуть еще бесконечно долго с этими видосами с объяснениями по трекам и мне кажется было бы прикольно возможно просто вот сейчас это обсудить кому кайф те пересмотрят фан паблики могут потом просто повырезать фрагменты из этого трансляции и по выкладывать по треково так что если кайф можем вернуться к обсуждению треков снова на чем там остановились на кроссовках на настроение отлично не праздничное но понравилось ваша спонтанная семейская страна не будете еще фитовать ну тут знаешь как не зарекайся не знаю привет привет давай давай ну супер наконец-то да сниму себя груз этой ответственности и вроде как и порешали вопросики и как раз вы сможете позадавать какие-то свои вопросы чтобы обсуждать елку нарядил нет еще завтра проснусь и наряжу понятно вот есть мечта если да то какая ну блин что за вопрос хоррэ игнорить давай штатив что фильтр топ да прикольный фильтр как раз под розовую худи буду я какого ванильный эфир пилсишечка привет давно тебя не видела куда пропал из соцсетей да никуда особо не пропадал регулярно stories выкладываю периодически посты делаю монолиза выйдет начале следующего года чем остановились на кроссовках до кроссовки трек с гарри топором изначально это была его идея он предложил просто был такой период у меня долго практически всю осень до нового года когда у меня вообще ничего толкового не писалось и я такой у меня впервые был такой долгий жизни так впервые в жизни был такой период когда ну вообще ничего какие-то там обрывки строчечки 3-4 все такое и ничего более цельного и я вернулся в красный новый год в прошлом году отметить здесь и посреди ночи меня просто там за несколько дней одного года по моему топор или после не помню уже присылает демку на диктофон начитанную там был другой бит вот там набросок на припев был и такой типа давай сделаем трек а я уже только в кровати лежал но что-то меня зацепило в этом всем просила скинуть бит он не скинул бит я спустился в студию и тут же написал куплет сходу просто трек о ушедших друзьях те кого мы потеряли и так далее этой памяти которую которая хранится в нас об этих людях и за там какое-то небольшое время до этого случилась ситуация чувак знакомый не могу сказать что он близкий друг да или 2 косы знакомых просто чувак знаю и приехал на какую-то вечеринку друзьям тоже там общем знакомым и приехал под чем-то и чуть было не откинулся ну то есть у него случилось что передоз не передоз так далее в еле откачали там реанимировали и так далее и я подумал о том как легко чувак мог потерять свою жизнь просто не ценя и и мне захотелось написать куплет как раз вот на эту тему форме такого монолога как буду ты разговариваешь с другом поэтому там и структуру куплета такая она больше как в разговорной форме звучит вот но при этом чтобы прикольно было по ритмике по всем по всему остальному то есть как будто бы я пришел навестить этого друга товарища знакомого просто любого человека который мог столкнуться с такой ситуацией навестить его поговорить с ним вот просто вот так вот может быть что то это изменило бы в его сознание восприятие вот и вот об этом я написал свой куплет у топора куплет чуть о другом если кофе могу скинуть в телеграм-канал его объяснения я заранее у него попросил давно еще вот он снял свою объяснял по его куплету вот потом мы подтянули олега из diamond style и переделали музло полностью там был совершенно другой бит пришлось немножко даже убеждать топора чувак вот этому зло классно другое она не похожа на нестандартно она интересная вот долго делали музло и получился трек кроссовки такая история что если будут вопросики задавайте и двинем следующему треку объяснение топора скину в телеграм-канал будет фит с оксимироном пока такого нет планах какой твой лиц самый любимый запоминающийся момент 2020 года очень крутой момент был когда мы были в благе летом жгли огромный костер и вот это вот все вообще в целом мне кажется что этот год конечно запомнится просто навсегда потому что очень знаковый очень много в этом году произошло пусть не снаружи но внутри можно отправить подарок мне вам или во мне как познакомились валентином блохом вижу крутые фото с валентином нас познакомила алина герман если вы знаете такую вот она такая после песен сразу вам нужно познакомиться создала чатик в ватсапе там прошло какое-то время и там спустя какое-то время давно познакомились страна твоей мечты блин я в последнее время вообще перестаю мыслить такими концепциями страна мечты не знаю что значит страна твоей мечты та в которой я живу и все хорошо в ней пожалуйста скажи айше что у нее все получится чтобы она верила в свои силы айша у тебя все получится верь в свои силы что насчет крылья с елкой это у нас следующий трек трек листе да сейчас о нем расскажу помнишь дэнни мьюз почему должен его забыть как тебе вариант фита с нойзом да пока нет таких вариантов мне больше интересно с хайдом общаешься как он да сегодня общались с хайдом нормально здравствуйте тебе подарок есть классный день спасибо присылать расскажи историю созданной трековой волны в конце так у нас следующий по трек листу идет крылья правильно крылья запись эфира буду до запись эфира обязательно сохраню фица свободы спасибо было много да 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 значит все правильно крылья крылья изначально в общем очень сложная история у трека изначально sony rain показала мне дэнку свою там был такой набросок под пианинку где она вступление там напевал сложные крылья сложен за спиной и так далее вот это долго долго все лежало потом я такой типа блин можно сделать из этого прикольную песню написал припев написал куплеты куплет большой написал припев начали доделывать музло сделать здесь сделали туда музло полностью там эрик переиграл клавиши по потянули опять олега из diamond style он сделал аранжировку все это дело мы раскачали и так далее потом sony записание записали демо и она лежала ждала своего череда вот мы на тот момент сотрудничали sony как big music да там как раз период проходила съемка его клипа сгущенка и так далее и потом в какой-то момент соня просто поставил перед фактом на что она хочет дальше двигаться либо сама либо с кем-то из своих друзей и так далее и что в принципе но больше не нуждается в нашей какой-то там поддержки и так далее я в этот момент подумал что блин можно же сделать трек чуть-чуть более как сказать более большим да что если ну то есть что если сделать так чтобы припев допустим спела не sony да кто-то более как сказать весомый до персонаж по всей этой истории и сможет раскрыть может быть вокально это все лучше интереснее ярче я подумал о лизе елки и подумал что блин в такой форме с лизой на фитек конечно эту песню больше людей услышит потому что у нее огромная аудитория и наверняка ну песня лучше сработает и предложил визе переписал вступление то есть там sony предлагал герусон может быть ты хочешь давай так оставим тебя в авторах и так далее и соня отказалась поэтому я переписал текст и получилась песня с лизой песня о мотивации песня о процессе взросления песня о том когда тебе в той форме в которой ты есть сейчас становится тесно и ты ищешь какие-то новые горизонты и летишь дальше это же песня sony от и до а ты забрал это полный бред и если кто-то так говорит значит этот человек лжет вот такая история песни крылья айша я уже передал все что хотели так как набрать первую аудиторию музыканту рэперу было делаем узло выпускай и работой над этим работы над распространением будет ли клип на какой-нибудь трек из нового да будут будут ну что что там по крайней мере план такой есть вдруг сейчас появятся песни которые будут намного круче и тогда мы и тогда мы на что-то новое снимем пока есть планы на песни снова ну прочитай что писала сама соня о крыльях и всей ситуации я не знаю где написал мне на ничего не писала ну то есть с вами есть контакт мой и так далее ничего по этому поводу не говорил сохрани пожалуйста эфир когда ждет трек моно лиза моно лиза я думаю в начале года выйдет привет самый любимый трек в альбоме спасибо за столь мощный трек люблю плакать под него не надо плакать у него наоборот нужно двигаться вперед суши от илюши салют спасибо спасибо за суши когда выпустишь моно лизу и сияем сияем тоже будет в начале года ты рассказывал про все пройдет это тоже напомню пожалуйста откуда это это цитата из легенды про кольцо царя соломона что все пройдет и это тоже поиск по и поищите погуглите там несколько вариаций этой легенды но все примерно об одном клип на песню миллион блин у меня есть офигенная идея на клип про песню для песни миллион но это все очень дорого скажи когда луки фэдов выйдет выйдет хотел как-то обновить мерч черный флаг что-то новенькое нас ждет обязательно спишь нет не сплю так как он на следующий трек трек листья подсказывать новогоднее строение есть пока нет с кем участвовать из участников песен 2 ты знаком лично со многими почему все про это слово ты один выстрел так сильно потому что возможно других не было таких задач почему-то нас игнорируешь кого у вас очень хочется худе чая в волны за спасибо да нет не волны по трек листу ребята какой соня писала треки крылья у себя в телеграм-канале сказала что этот проект полностью она написала неожиданный поворот событий я почитаю скиньте в чат гляну так я щас подвозьму айпед и посмотрю трек лист я расскажу дальше я только что понял что никогда на айпеде не включал музыку кажется миллион кроссовки крылья есть за спасибо следующий трек за спасибо что могу по нему сказать там скорее используется некий такой собирательный образ блин мне кажется там по нему объяснять особо нечего там очень понятный текст все очень прямолинейно и понятно возможно поэтому он просто и воспринимается и заходит многим надо что-то пояснить за спасибо если вопросики задите конкретизируйте я вам расскажу а потом 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 сделаем эти совместные прямые эфиры поэтому кидайте запросы сережда кому какое дело кто автор а кто нет песня хорошие это главное вмикает да не мне это важно ну типа это очень странное обвинение здравствуйте 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 за здравствуйте тринадцать сорок семь до никаких отношений 100 лет не виделись какого тебя отношения деньгам это власть возможность или что-то еще к деньгам у меня отношение нормальное блин мне надо что-то сделать с айпэда к деньгам отношения нормально абсолютно есть очень крутой монолог в книге атлант расправил плечи франциска до кони окажется там зовут персонажа и он толкает очень крутую речь про деньги если хотите тоже в телегу могу скинуть его если найду где-то но есть если загуглите найдете и он очень правильно поясняет на мой взгляд что деньги этого ну во первых это безусловно инструмент а во вторых это очень правильный логичный способ оценки эффективности да и крутости твоего труда скажем так результативности почитайте да вот я разделяю его мнение так про спасибо будут вопросы спасибо про конкретного человека ли скажем так собирательный образ да я уже сказал что за спасибо это собирательный образ просто так или иначе ты с каким-то ситуациями сталкиваешься понимаешь что они как сказать схожие у разных людей поэтому там до собирательный образ мой кумир солженицын достоевский черчилль и ты нифига себе у меня компания здесь телеграм-канал да у меня есть телеграм-канал play critical the best нифига селлускул с наступающим и тебя нас тут с наступающим какие планы на двадцать первый год работать планы работать 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 знаком с палагином как тебе этот битмейкер нет не знаком и ну я не углублялся его творчество знаю что он с кридом вроде да много чудел и так далее но не могу ничего сказать потому что это нас сидеть слушать за спасибо спасибо пожалуйста был ли у тебя концерт который тяжело удался может было сильное волнение может плохо себя чувствовал еще что да были конечно такие концерты был концерт где-то вот в туре прошлом черный флаг был концерт то ли в томске то ли в новосибири он был то ли 3 то ли 4 подряд и это блин тяжело было серёг всегда хотел спросить о чем песня за спасибо просто я много раз переслушивала но так и не понял я не знаю как уже мне понятней изъясняться в треках чтобы было понятно за за спасибо этот трек о красивой девушке которая в погоне за какими-то материальными ценностями забывает о каких-то других вещах которые конечном итоге оказывается важнее и она получает эти материальные блага но при этом понимает что лучше всего да и счастливее всего она была лучше всего ей было и она была счастливее всего в какие-то очень простые моменты кофе три в одном сигареты и так далее шарите и это о том что далеко не всегда зачастую крайне редко твое внутреннее счастье зависит от каких-то материальных благ послушайте просто внимательный текст вникните все там будет понятно было ли такое что хотел бросить музыку или все же сильно любишь это дело ну видимо достаточно сильного такого желания не было иначе бы бросил временные какие-то моменты бывали конечно ну когда ты уже такой типа блин да что ж надо делать чтобы они понимали о чем трек диск и деде секрет это самый лучший вопрос что самый и арат клинт что рома ты о чем капелла а а теперь понятно просто я не так слушал вот так вот старательным но рома помашите руку ручка роми капелли самому классному битмейкера в этом мире продюсер узи не музыканту творцу последнее время битмейкеры обижаются как называют битмейкерами но я со всей любовью гоу следующий трек рома все взаимно следующий трек у нас тысячи лет тысячи лет мы продолжаем наш путь блин у трека очень долгая история потому что трек был написан еще до выхода альбома восход то есть этот куплет с этим битом по моему он лежит там где-то года с шестнадцатого-семнадцатого и это на бит был записан вот мой куплет и припев и вот оно все лежало 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 и ждало своего времени и тут вот как раз в концепцию альбома новый мне показалось этот трек очень хорошо впишется я подумал кого позвать на фид думал 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 думая о лёва лёва у нас доносным эти вопросы поднимались когда-то еще там давно фита я предложил ему и он такой давай сделаем и сделали трек мы переиграли тоже музло чуть-чуть драм партию этом переработал по он вас мы записали от новый гитарную партию что переделали добавили инструментов лейт вот это вот и так далее да и получился трек который получился этот трек о поиске бога тысячи лет мы продолжаем наш путь к богу вот если это не привлечение внимания к песням то ты страдаешь хуйнёй со всем уважением хуйнёй страдаешь ты когда пишешь вот это вот чувак если ты зайдешь ко мне на страницу ты увидишь что я запускал такую тему с рассказами рассказами и истории о треках то есть как эти треки писались что повлияло на это и так далее и просто я решил ускорить этот процесс потому что и так уж затянул неимоверно и в прямом эфире так сказать отдать людям должок которые просили ждали оставляли комментарии и рассказать им про эти треки потому что часто бывает такое что люди хотят больше узнать информации о том как трек делался и так далее так нельзя же расшифровывать творчество на то на и творчество почему ты мне говоришь что можно что нельзя увижу человек спрашивает откуда вставка в начале песни тысячи лет в начале тысячи лет вставка из фильма два папы классно мне показалось что она очень актуальна каждый находит свое и в этом кайф безусловно каждый находит свое и в этом кайф но вряд ли найдя что-то свое человек услышав какие-то мои предпосылки к написанию трека перестанет видеть в этом что-то свое вступление крутое в тысячи лет тоже ему зло обалденное спасибо сергей что там было на вписке маргулиса где посмотреть на тнт премьер кажется да на премьер заходите там есть это помню без это бесплатно что будет с усами в 2021 не знаю посмотрим передай пожалуйста елисеев стопс что передать будут ли еще работать со свободой не знаю возможно монолит визы выйдет после нового года так что следующий трек у нас живыми живыми этот трек изначально он назывался ford escort это трек модель поведения это очень забавная история мне саня скидывает трек такой зацени я слушаю там получается у него идет куплет припев и потом огромный кусок музыки я как порядочный рэпер такой думаю если мне скидывают трек с огромным куском музыки может быть дождут моего куплета я просто сходу сажусь и пишу тоже куплет туда давно еще было это еще летом было причем не этим и прошлом по моему вот а саня оказывается показывал готовую песню уже вот она вышла у него на альбоме модель поведения признаки прошлого называется ford escort ну вот у него такое видение то есть чем не нравится в саше он достаточно свободен в творчестве ему плевать на формы и так далее то есть он просто может сделать трек в котором будет один маленький куплет припевчик и потом просто три минуты музыки которая еще десять раз поменяется и тогда это очень клево но я вам предложил сделать альтернативную версию этого трека тоже мне подумалось что это даст треку больше охват то есть мы его пересвели чуть-чуть по структуре поменяли добавили мой куплет рэпчика я говорю чувак так мне кажется он может зайти большему количеству людей и выпустили на моем альбоме вот эту версию которая называется живыми музло там саня делал я знаю что мы еще там ребята местные краснодарский помогали там кто-то гитарку записывал кто-то еще что-то вот есть регион еще раз оригинальная версия трека называется ford scott выходила у модель поведения на альбоме и вот наша версия совместная живыми сможешь вспомнить был и времена рассказать про свои все 17 лет и как праздновал я не помню как праздновало 17-летие хотя подожди я только что вспомнил но не хочу об этом рассказывать живыми первый куплет звучит очень круто трек класс спасибо серёжа как выступил вчера можешь посмотреть запись там все вроде видно миллион на повторе всегда надеюсь уже миллион раз хотя бы прокрутился серёж транс 47 общаешься ли ванда какая война с 13 47 что с ума сошли мы давно давно все вопросы которые были смешные вопросы между прочим же давно порешали и все окей с просто мы не на связи это счет миллион тайны ты рассказал свои сакральные херни и у меня по так сразу бы сказал чувак сразу бы сказал что не хочешь знать моего этого видения так просто как его не слушай меня и все так ла 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 движки ты это огорчился понимаешь а меня обвиняешь говорю что я там что-то не так хотя твои ожидания как-то там не оправдались а чуть и нравилось в треке миллион если ты не 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 услышал сакральную херню просто трек про телочку в клубе типа классно и клёвая малышка и такая таинственная серьезно есть реальный прообраз девушки с трека живыми моего куплета или куплета саша анджела у саши не знаю это лучше у него уточнять но я думаю да наверняка есть у меня но тоже это скорее собирательный образ собирательный образ настойчивых бывших которые все никак не это насколько ты открыт перед зрителями если сравнив в треках и личного так прямого фире лично ну блин мне кажется максимально конечно в треках мне проще выражаться да он просто разъебывает припевом блин он не стал меньше разъебывать припевом от того что ты услышал откуда он появился музыка в миллион огонь и без вникания смысл кайф так живыми ветер перемен боюсь сейчас тут сразу это как его прилетит меня за ветер перемен в эфире заблокирует ветер перемен ветер перемен ветер перемен это была идея как я был батл 17 до на хип-хоп ру и там была тема ветер перемен сделать трек и на тот момент мне что-то я подумал что и не так-то мне принципиально продолжать участие в батле потому что уже настроился на написание альбома я подумал сделаю вот такой трек рок-н-ролл чик и посмотрим если он пройдет дальше значит так сказать рамки там достаточно широкие если не пройдет то значит будет достаточно тесно там самовыражаться дальше нужно будет батл рэп всех вертеть сами знаете на чем ну и демка была конечно сыроватая такая грязноватая в итоге трек естественно дальше не прошел были комментарии это же не рэп это же не рэп бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла я такой слава богу она полежала какое-то время и мы перезаписали ее паша аксюк паша аксюк респект и если ты увидишь он перезаписал гитарной партии роковые вот эти вот костя записал барабаны все дела там чуть над аранжировкой поработали получилась такая песня ветер перемен тоже надеюсь не нужно объяснять о чем она и так далее но очень кайфово мне нравится тем что она разбавляет звучание в принципе на новом мне кажется большинство песен нет очень разноплановый по звуку по смыслам по наполнению еще более чем на восходе то есть это черный флаг он только более цельный вот и я думаю такой о сейчас такую вишенку на торте на и сделали ветер перемен серёжа общаешься с кем-то из песни дано пересматривал реалити на среди до общаюсь с кем-то из песен о володя привет серёга очень классно меняется твоя музыка и рэп урок все что я люблю да я вот в этом и в этом и дело я тоже люблю рок музыку мне нравится рэп музыка мне нравится сейчас электронная музыка мне нравится много самой разной музыки и мне кажется невозможно выразить какие-то там чувства и эмоции в одном жанре вот это ну либо нужно как-то очень мастерски владеть этим жанром скажем так чтобы выразить всю многогранность каких-то внутренних состояний вот мне по крайней мере тесновато либо я просто не настолько круто владею этим поэтому я использую разные жанры для выражения разных эмоций чувак никакого негатива вообще наоборот разбавил вот эту всю милоту который у нас обычно происходит респект как ты относишься продержи к продержи это мой одноклассник отлично отношусь к продержи брата есть у тебя шапка еще с муравьем давай это потаскаем спасибо за замечательно спасибо вам на фоне умирающего рога твой урок очень крут докатились так что у нас дальше ветер перемен после ветра перемен идут волны волны это самый на мой взгляд сложный для меня был трек на альбоме потому что хотелось очень много туда вложить в эту песню как и музыкально так и текстовом плане плане смысла и вот как раз по смыслу волны объяснять совершенно нет никакого смысла простите за автологию волны это такой experience то есть если ты слушаешь волны и не понимаешь о чем идет речь то возможно эта песня не для тебя послушаю попозже вот волны крутой это мой любимый трек на этом альбоме ну помимо как угодно самое любимое как угодно все таки но волны прям особенно в живую когда мы его впервые сыграли юра сабитов трубач наш он говорит блин у меня аж мурашки очень классный трек много над ним работали я над ним работал по музлу эрик дима элдема приложил свою руку там этот кусок с басом крутым и драм партия волны зафигачили круто дима альховацкий тоже приложил свои клавиши сведения аранжировку много людей над этим работало и да и получились волны волны я писал самым кажется одним из последних на альбом то есть непосредственно там перед выходом его доделывали более того несколько строчек там не поместились потому что я не знал как как лучше лаконичный эти смыслы туда вложить но ничего страшного игноришь нет ничего не игнорю по волнам есть вопрос пустяк самый крутой трек спасибо я очень рад что спустя четыре года или сколько после его выхода все-таки он доходит до людей гришь через четыре годика и это и новый дойдет ты играл в киберпанк нет киберпанк не играл но посмотрел чуть-чуть как играют в краснодаре постоянно живешь что-то в краснодаре то в москве весь прошлый год в москве провел сейчас в краснодаре что за строчки скажи 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 не скажу постепенно это любовь спасибо тебе за эту песню спасибо тебе за то что я слушаю в треке пуске очень большой смысл пуске что это такое мне показалось две песни были переименованы переименованы относительно чего какие песни о чем речь где тебя можно будет вживую слышал таска в алтайском крае на сайте а имплсиру есть расписание концертов и вы можете посмотреть если там есть ближайший город купить там же билетики пустяк окей где новый год то праздновать будешь дома здрасте вы такой красивый это photoshop это все маска следующий трек у нас на альбоме это новый 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 он наверное вдохновлен по звучанию английской какой-то музыкой это вот туда в сторону уэзис beatles наверно coldplay еще что-то еще что-то еще новый это я начал писать когда началась вся эта история с пандемии москву туда уже перекрыли и улицы были пустые парковки торговых центров пустые торговые центры пустые и это я прям помню как я ехал как будто апокалипсис начался и вот в этот период как раз я делал этот трек записывал его представь себе ситуацию что если ты конкретно вот ты с остаешься последним человеком на земле понимаешь и что тогда будут значить те концепции те традиции которые сложились уже в мире для тебя то есть не то что даже для тебя конкретно в принципе в этом мире они будут что-то значить если ты в них не веришь будет ли значит что-то государственная граница например будет ли значит что-то какая-то религия будет ли значит что-то какие-то другие ценности какие-то другие ну какие-то вообще любые флаги какие-то ну вот все-все-все-все-все в мире она наверняка приобретет какие-то иные значения иные смыслы потому что она будет наполнена только теми смыслами которые которые в них как как которые в это вкладываешь ты если понимаешь чем и никто другой и если для кого-то флаг сейчас это повод не знаю для гордости либо по для ненависти либо повод убивать либо повод жить либо еще что то то возможно для тебя потом твой флаг или чужой флаг будет просто куском куском ткани какой-то разноцветной и так далее и эта песня она о смыслах которым мы наделяем те или иные явления и что если наделить явление другими смыслами то ты создашь новый мир какой-то новую реальность свою вот такой вот ребут мне кажется достаточно сумбурно объясняю хер что поймешь строки смотри я построил мир за на в один момент заставили подняться очень помогло здорово значит этот трек выполнил свою миссию иногда приходит время придумывать новые смыслы почему этот трек в конце этого альбома альбом начинается из точки потери смыслов ну то есть . сборки . собирается все это значит что в ней нет ничего нет каких-то смыслов и смысла в жизни не знаю чего угодно а новый он сам конце альбома он как раз о том что можно придумать новые смыслы примерно так почему ты решил вставить трек как угодно в новый альбом потому что мне показалось что он его отлично финализирует потому что как угодно это как раз как раз о том моменте когда ты уже пересобрал свой мир заново когда уже нашел новые смыслы и так далее и не хочется их навязывать кому-то потому что ты понимаешь что ну каждого свой путь каждый рано или поздно придет к этому либо к чему-то другому и так далее если человек не готов он не воспримет твою какую-то жизненную парадигму и как угодно как раз об этом то есть я для себя решил вот так для меня важно вот это 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 не важно я не хочу вам говорить что там я прав вы не правы поступайте как угодно делайте как угодно я двигаюсь своей дорогой и если для кого-то эта дорога станет примером смотивирует для чего-то хорошего будет супер я значит решу что моя миссия выполнена а если нет значит уровне серёжа скажи что читаешь и читаешь ли сейчас все посмотрю я начал читать книгу big data про big data как можете понять всякая специализированная литература классная книга машина песен внутри фабрики хитов но интересно рассказываю о том как чё было начал читать историю древнего рима вчера мне подарили шантарам мне вы кто-то из вас дарил в туре шантарам но я в туре честно признаюсь потерял их книжку 2 книжки маленькие вот эти вот и вчера мне подарили большую одну чтобы не потерял такую там лежит так что скоро я продолжу читать что по версии кроссовок без топора это неуважительно братан ты сегодня очень неуважительный разберись с собой откуда в тебе столько желания кого-то задеть помнишь ты нас заслушался на кастинге на 6 не забывая меня голос пою песню ничего не по сергей ты готов с кем-то неизвестным записать песню или текст если текст достоин и тем самым помочь дать старт блин ребят но я понимаю что вам это что вы думаете что вам это что-то даст на самом деле нихера вам fit со мной не даст вообще ничего понимаешь по большому счету как ни с кем ну то есть ты можешь с бастой записать fit но это не даст тебя какого-то реально большого толчка понимаешь или там с кто там сейчас топовый то что внимание все равно будет аудитории этого артиста на этом артисте тебе там что-то перепадет кто-то там перейдет да но это не будет какого-то такого взлет старт если конечно трек не станет супер хитом тогда да возможно а так я не знаю зачем вам fit со мной не пизди ты просто не хочешь помочь никому да я очень мало делаю фитов с малоизвестными людьми да не поддерживаю никого да где ты нахер с такими этими заявления 6 выходил из дверей послушал на пи дослушал вашу песню до конца а понял ребят да все я вспомнил привет вы клювы классная песня общаетесь на зимой да да общаемся диана максимова привет о привет чё ребят мы с вами уже практически час сидим про альбом кажется рассказал должок выполнил если кто-то из фан пабликов нарежет это на какие-то части по выкладывает у себя будет пушка я порепочек себе я читаю комментарии чтобы можно найти а подождите я обещал с кем-нибудь в прямой эфир выйти давайте сделаем это откуда взята вставка в интро в интро там нет никаких вставок это в чате в телеграме я спросил задал людям вопрос кто-то и люди присылали свои ответы плюс его друзей спрашивал и так далее это все реальные ответы скомпилированы в интро куда когда пойдешь катать после нового года когда там все эти разведутся на востоке слушаю восток что это значит здорово как дела да хорошо наконец с тобой пообщаемся а то я про тебя только через никита перецкого слышу себя ну чё рассказываю так ну чё значит вот внутри мы значит выиграли помнишь эту штучку так подожди ты завис там написано короче кастинг нашествие не взросли и все такое ага прикольно какие дела чем узло делаете да пишем постоянно дорого конечно ничего а чё дорого на что тратить на что мы тратимся ну нас видос до более по большей части у нас белгороде короче нет ничего из нормальных студий поэтому мы вот так вот а у вас там чё прям разве большой оркестр там бэнд небольшой относительно у нас тромбон сакс две гитарки басуха барабан в целом да есть над чем заморочиться и чё в новгороде прям беда с этим что белгород белгород ой белгород прости белгород беда с этим со студиями и что сколько платить за сиденья так ну мы короче работаем с чуваком с москвы ставриды там есть какая-то диана не знаю ну все его как-то знаю там трешка но чуваки переписывать немножечко то что мы записали качественно потому что у нас нет ничего нормально вот войдет за трешку это вообще по-божески да это мастеринг только все вместе типа там больше двадцатки выходит каждый трек запариваемся очень сильно ну если они там еще и переписывают что-то и сводят делают но да 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 стоит денег блин не попал короче к вам в эту москву на корпорат был не позвали нельзя сейчас всю контору спались короче смотри давай я тебе чего-нибудь там спою и пойду давай 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 споем нашим зрителям у меня короче камеру сейчас держит барабанчик группы а он может битбоксить что-нибудь чтобы было что-то так ну вот эту твою классику мне кажется она тебе надоело поэтому я это не буду да спой что-нибудь свое камон конечно конечно свое и так на всякий случай может ты привык кстати надоедать нет то что постоянно я хотел бы не знать тебя нет и людям нравится чем нет крутая песня приятно наоборот это ну знаешь как типа значит что-то сделал хорошо если люди повторяют значит скоро у нас песня выйдет группа не взрослее подписываемся инстаграм всякая штука песня декабрь называется очень грустно не такой зимы плевать что уже декабрь обо всем я давно забыл плевать что кто-то узнает не испортит мнение кайф я буду прикасаться и дальше никакой зимы плевать что декабрь снега не надо нам вашего у нас тут своя весна окно не покажет сути еще месяц назад я не знал что может быть в принципе будет выходные снова будет не снова выходные разницы нет может это погубит но не нас мы всегда живы если скажут забыть посмеюсь в ответ не забыть таких как ты-то как с тобой ни с кем и каждый грёбанный день забывая дела свои ключи сразу к тебе а потом бегом домой творить гитарой время бесконечно может когда ты придешь уйти я все равно буду влаги твои плечи не нужно для этого жить если бы у меня фрагмент этот на камеру снял бы меня запомни навсегда и наплевать что уже декабрь я так хочу чтобы это не кончалось никогда 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 я так хочу чтобы это не кончалось я так хочу чтобы это не кончалось никогда 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 я так хочу чтобы это не кончалось никогда не наступил тима необъяснимое протяжение гравитация тут и причем не будет на мне никогда я так хочу чтобы это не кончалось никогда 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 я так хочу чтобы это не кончалось всем привет круто 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 спасибо спасибо что спел у нас вот кому кайф подписывайтесь кому понравилось скинешь там какой-нибудь комментарий чтобы люди увидели что ты зашли тебе запомнили хорошо сейчас пишу это я это я спел так пишу вот все кайф все спасибо тебе бро на связи удачи с мусульси я уверен что мы с тобой еще увидимся еще пару раз может даже в ростове если чёрт ты меня узнаешь скажешь о Вадя я тебя помню я тебя помню ты был со мной в прямом эфире и думаешь нифига себе вот это совпадение мы не на квартире даже не на том-то доме и кстати завтра уже кстати новый год блин поэтому люди поздравляем всех с наступающим и он си говорит что вам всем понравится блин футбол бы мне обрезал может быть пониже а то пацаны наверно меня вообще не услышат с разных городов вообще по всей россии он селся такой на стул такой не было силу типа я такой крутой а ты был на песнях на тнт об этим не прошел да ты не сумел да я был тоже на кастинге второго сезона и знаешь что мне сказали блин нам не нужен твой голос ты у микрофона не смотришься и вообще ты какой-то не такой нам нужен конечно же другое и нам нужен например такой был вот пил си знаешь мне сказали вообще давай уходи давай уже отсюда этих кистальющих ребят с гитарой не остановить никогда да ладно с новым годом все спасибо тебе бро вот такой чувак что еще кого-нибудь посмотрим ну в смысле с вами в эфир выйдем или нет или нет а блин уже девять часов а мне нужно это дела еще поделать в общем спасибо за эфир ребят часть мы с вами того про альбом договорили в прямой эфир со зрителем вышли едкий комментарий почитали ответили хороший комментарий добрый тоже почитали ответили все я подвел итоги всех наступающим давайте увидимся пока 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 сказал пока Продолжение следует...